Памятный концерт, посвященный 79-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, состоялся в городском Дворце культуры Биробиджана. В основу сценария положен дневник ленинградской девочки Тани Васаевич, которая решила вести его в первый день войны, 22 июня 1941 года. Зрителям представилось увидеть уникальные кадры, пожелтевшие от времени страницы дневника с цветными иллюстрациями и записями девочки. Кроме того, дневниковые записи сопровождались множеством фотографий и вклеенных документов. Мы же, вот у меня возраст, я 42-го года рождения, и такой возраст, что мы войну пережили. И мы, конечно, сопереживали и сопереживаем тех, кто блокадники до сих пор живы, а тем, кто когда во время блокады был, это вообще. Мы же дети войны, поэтому для нас все это близко, и мы такую жизнь прожили. Голос из-за кулиси описывал картины войны. Рассказ шел о первых эвакуациях и бомбардировках, о холодном Ленинграде, о голоде, о близких и друзьях. В ходе написания дневника некоторых из них не стало, но Таня продолжила писать дневник до последнего дня войны. В концертном зале также прозвучали фронтовые песни и стихи разных поэтов. Молодое поколение должно узнать, какая наша история, от чего это все зависит и почему мы все еще стоим здесь и говорим. Мне нравятся последние строки моего стихотворения, то есть «Помолчим возле них, стиснув зубы упрямо, перечтем вновь и вновь скорбный текст обелиска, и почудятся вдруг голоса «Мама, мама, забери нас отсюда, мы близко». Личная летопись ленинградской блокады, созданная девочкой, очевидцем и жертвой этой трагедии, глубоко тронула зрителей. Сегодня в живых осталось мало блокадников. Тем ценнее каждый свидетель тех страшных лет, тем значимее для современников память о блокаде. Екатерина Кувалдина, Кирилл Богаченко, Новости 21.